Приветствую вас. Я думаю, что, обращаясь за помощью, вы в глубине души рассчитываете на то, что вас примут, вас поймут и вас поддержатся и вам помогут. Я думаю, что начинать вам надо бы с вопроса о том, желая получить, как вы говорите, красивого мужчину, себе пару, что вы хотите еще вместе с этим? В чем заключается еще вместе с этим ваше желание, ваша, если угодно, потребность. Вот ответ на этот вопрос является очень и очень важным. Потому что такое ощущение, что переживая из-за побольше, что вы не соответствуете внешним стереотипам, каким-то, вот. Вы считаете, что это единственное, что определяет человека. При этом сами вы подавляете в себе все остальные ваши энергетические ресурсы, энергетические потенциалы. Вот. В первую очередь, вы убедены, что именно внешность играет ключевую роль. Во вторую очередь, вы требуете от себя, ну, требуете для себя мужчину. Причем, обратно, красивую мужчину. Важно понять, что по итогу вы хотите. Вот. И как так вышло, что все свое успешно, то и вообще весь свой путь вы связываете исключительно с внешностью, а не с такими качествами, как профессионализм, серьезность, талантливость и так далее. Вот. Как бы, если вы хороший специалист, то какая разница, как вы выглядите. Но то, что вы будете с собой, на это уходит очень большое количество энергии, что в итоге, конечно же, приводит к тому, что вы не можете раскрыться полностью, как личность, как женщина, а прям с время думаете о внешности и так далее. Дальше. Как вы получили информацию о том, что из-за ваших мест, что вы получаете отказы в работе. А что если? А что если? Я скажу вам, что дело не только в этом. Что если? Я скажу вам, что есть еще причины. Например, может быть это некоторые, ну, некоторые особенности. Вашего восприятия мира. Например, может ли быть такое? Ну, вообще допускает ли вы такое? Или вы связываете все исключительно со своей внешностью? Вот. Как вообще вы пришли к идее о том, что вам нужно себя с кем-то сравнивать? Как вообще вы к этому пришли? Ведь, ну, я думаю, что каким-то образом вы подошли к этому вопросу, как вы стали себя сравнивать с другими людьми. Мне очень интересно было бы узнать, как вы к этому пришли. И вот где-то там откроются ответы на все ваши вопросы. С одной стороны. С другой стороны. С другой стороны. Давайте. Что значит смириться в вашем контексте, как это мне видится? Это значит смириться в данном случае, значит, запретить, запретить, забить, забить на то, что вам хочется. Мне кажется, что эта позиция крайне деструктивна. Я бы хотел, чтобы вы в своей жизни нашли бы что-то, что вам было бы интересно. Я бы хотел, чтобы вы в своей жизни не нашли бы красивых мужчин. Вот что я бы для вас хотел бы. А вы? Вы хотели бы этого? Если вы этого хотите, то мне кажется, что вам вполне можно в этом плане помочь. Но, естественно, только если вы сами этого хотите, если вы сами в этом направлении готовы двигаться, если вы сами в этом направлении готовы продвигаться. Вот. Я думаю, примерно так. Я думаю, примерно такой ответ может быть. Давайте посмотрим на то, что еще есть в вашей жизни, что вас вдохновляет, кроме внешности, кроме мужчин, кроме построения отношений. Что еще у вас есть. И вот это может послужить началом очень плодотворной работы над собой. Вот. Потому что менять себя физически можно до бесконечности. А поменявшись психологически, вы обретете внутренний свет и уверенность, который сделает вас привлекательным. Любого чисто внешне, так сказать, стереотипно приятного человека. Кроме того, кроме того, я не вижу ничего плохого в том, что вы описываете. Постарует. Важна не внешность, а личность. Люди вступают в отношения не внешностями, а личностями. И может быть вся проблема в том, что у вас нет ничего интереснее того, что вы назвали. И поэтому у вас отношения не складываются с мужчинами и на работе. Что ж, в этом плане вам можно помочь. На этом все. Надеюсь, что мой ответ был интересен для вас. Я очень надеюсь, что вы сформулируете обратную связь, которая послужит началом плодотворного сотрудничества вас и специалистов. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok